Доброе утро, дядя Фёдор! Доброе утро, матроски! Садись чай пить с молоком, у меня как раз самовар подоспел. Вот у моей мурки молоко какое, ни у кого такого молока нету. А шарик где? А вон он, на печи валяется. Рассвело давно, люди уже все за работу принимаются, а он вставать не хочет. Ему, видите ли, лень. Перевоспитывать его надо. А что мне делать? Не знаю, я вот и мурку подоил, и грядку вскопал с утра, а некоторым лень. И зачем мы тебя только кормим? Ты ей делать-то ничего не умеешь. Нет, нам все нужны. Ты, шарик, что умеешь делать? А я ничего не умею. Я ведь не трудовая собака, а охотничья догонятельная. Кто-то! Это я, почтальон Печкин. Я у него с посылку для вашего мальчика. Не открывайте! Нормальные люди по утрам в гости не ходят. Здравствуйте! А вы кто? Да Печкин я. Почтальон тутошний. Вез посылку вам. И что самое обидное? И велосипед новенький потерял. И почту всю. Там и вам бандероль была. Даром, что сумка непромокаемая. Как же ее достать теперь? Досталась вся почта рыбам. Не расстраивайтесь, дядя Печкин. Я попробую достать вам и велосипед, и почту. У меня возле моста Бобр знакомый живет. Он как-то шарика из воды вытащил. А ваш велосипед и подавно вытащит. Да, дела. В сарае живут Мурка с Гаврюшей. Проведу их позже. Там Тррррр Митя. Уникальный трактор, который питается борщом и котлетами вместо бензина. Дальше по улице живет самая старая жительница Простоквашина. А еще дальше стоит магазин. Но река в другой стороне. И мне нужно торопиться помочь Печкину. Мне нужно поспешить. Я еще зайду в сарай. Дальше по улице. Отсюда видно мост! Быстрее туда! Странные зайцы! И зачем им фонарик? Здравствуй, Бобр! Привет, дядя Фёдор! У меня несчастье! Завтра у моего друга Барсука день рождения я ему картину из дерева вырезал! И представляю, что сегодня утром произошло! На меня Печкин напал! Прямо с велосипедом мне на голову прыгнул! Это что, такая почта новая, которая на голову с велосипедом прыгает? Я еле нырнуть успел! А резьба моя в щадке! Что делать? Ума не приложу! Ты прости, пожалуйста, Печкина! Он ведь не специально! Он случайно с моста упал! Печкин почту вез, а на него пчелы напали! Не мог ли ты помочь мне достать его велосипед и почту? Раньше собаки тонули! Теперь вот почтальоны на голову начали сыпаться! И не куда-то там, а прямо в подарок! Я его, между прочим, целый месяц готовил! С чем теперь к барсуку пойду? Не стану я велосипед доставать! Пусть знает, как на голову прыгать! Ну, пожалуйста, дядя Бобр! На велосипеде Печкина почта осталась! Мне она вот как нужна! А резьбу я попробую склеить! Эх! Ладно, дядя Федор! Попробуй собрать все вместе! Тогда, может, и достану я велосипед! Вот они, осколки! А чтобы собрать их было легче, вот рисунок, по которому я узор вырезал! Спасибо тебе, Бобр! Я обязательно починю твой подарок! Кусочки вырезки нужно склеить! А клеить точно у Матроскина остался после того, как он ножку стола склеивал! Нужно взять у Матроскина баночку с клеем! Это дом профессора Сёмина! Он очень умный! И изучает языки разных зверей! Я не хочу отвлекать его! Сёмин очень занят! Я зайду к нему, когда мне нужно будет узнать что-то важное про зверей! Сёмин очень занят! Сёмин очень занят! Сёмин очень занят! Матроскин, ты недавно ножку стола склеивал, когда его Гаврюша раздавил! У тебя осталось немного клея! Да я в сарай баночку поставил! Чтоб порядок соблюдать! В отличие от некоторых! А не надо коров в дом водить! Вот и ножки ломаться не будут! И порядок будет сам собой соблюдаться! Холодно, видите ли, коровам в сарае! Тихо, тихо, тихо! Ты, Шарик, прав! Коровам в доме не место! В доме люди должны жить и собаки с котами! А то это уже не дом! Это уже коровник получается! Ну, Матроскин, молодец! Склеил поломанную ножку и даже клей на место поставил! А то будет кто-то идти, споткнется и клей разольем! Или вообще приклеится! Привет, Мурка! Привет, Гаврюша! Где-то здесь должен быть клей! А, вот он клей! Ну что же, приступим к ремонту! Мурка, мальчик! Тихо, мальчик! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Фух, это было непросто На швов почти не видно Осталось только отнести поделку бобру И тогда он мне поможет с почтой Печкина Вот, я склеил подарок для Бурсука Ух ты, даже незаметно, что он был поломан Бобр, теперь ты достанешь велосипед и почту Конечно, дядя Федор, с удовольствием Спасибо, бобр, выручен Это тебе спасибо, дядя Федор Только ты Печкину передай Пусть он мне на голову больше не падает Вот вам, товарищ Печкин, ваше транспортное средство Ездите на здоровье Спасибо тебе, дядя Федор Если б не ты, я бы опять и вредным стал Что это за жизнь без велосипеда? Хочешь, я тебя покатаю? Спасибо Но вы лучше бандероль отдайте, которая мне пришла Конечно, конечно Ээээ, вот, распишитесь, пожалуйста Спасибо вам Если понадоблюсь, я на почте Хорошо, удачи на дорогах И опасайтесь пчел А прислали нам журнал Этот выпуск посвящен поиску кладов Клад Запасы кладов поистине неиссякаемы Если выделить свободную минутку для поиска клада То обязательно его найдешь Издавна на Руси говорили Клады сыскиваются головой, а не лопатой В кладе могут оказаться монеты Монеты можно найти практически везде Потому что во все времена человек носил при себе деньги Часто встречаются кольца, перстни, серьги И другие ювелирные украшения Оружие и его части можно найти на местах давно минувших битв Помни, чтобы найти клад Нужно точно знать, где он зарыт Ух ты! Я всю жизнь мечтал склад искать Не склад, а клад Это такие древние сокровища, которые разбойники закапывают, чтобы другим их деньги не достались Все равно Я всю жизнь мечтал его искать А мой прадедушка настоящим пиратским котом был Он клады вместе с разбойниками закапывал А давайте действительно этот знаменитый простоквашенский клад найдем Я себе тогда компьютер куплю А я себе костей на целый год вперед Или вертолет Ну объясни мне, Шарик, зачем тебе в простокваше на вертолет? Как это зачем? В магазин летать? Или на рыбалку? В магазин и на рыбалку я и так сходить могу А деньги нужно с умом применить Коровник построить, например Ты, Матроскин, придумай сначала, куда Муркино молоко девать А потом уже других коров заводи А вот вертолет – это вещь Представляешь, приходит Печкин и спрашивает А где Шарик? А ты ему отвечаешь Шарика сейчас дома нету Он на охоту улетел Давайте сначала клад найдем А потом уже будем решать, куда деньги потратить И вообще покупать нужно что-то, от чего всем польза будет Так, смотрите, что здесь дальше написано Для поиска клада нужно раздобыть фонарик, лопату, транспорт для перевозки сокровищ, карту, витраж, через который нужно смотреть на карту Где же мы сразу столько разных предметов найдем? Надо внимательным быть и настойчивым Я так решил Будем предметы искать постепенно По списку в журнале А журнал я выбрасывать не стану Пусть под рукой будет, если я забуду, что мне нужно искать Так, я знаю, что лопата у нас уже есть Шарик ее во дворе еще вчера забыл Я специально ее на место не поставил, чтобы ему совестно было Ну это ничего, не придется далеко ходить Будем считать, что лопата у нас уже есть Ну а фонарик ты где найдешь у нас, простоквашина? Говорил я Матроскину, что нам фонарик нужен Так нет, экономит И что теперь? Где мы фонарик искать будем? А фонарик я у зайцев на лугу видел Как раз, как на картинке Только зайцы разбегаются, когда я к ним подхожу И фонарик с собой тащат Да, зайцев поймать не так просто Зайца и не догонишь ты никак Вон шарик полдня за зайцем гонялся и все без толку догнать не мог Так я ведь просто так гонялся Для спортивного интереса, чтобы в форме себя держать А вообще, зайц, он зверь быстрый и догнать его тяжело Да, тут не скоростью надо брать, а хитростью Ну, я попробую что-то придумать Ну, если я понадоблюсь, я буду тут Надо же кому-то за хозяйством следить Матроскин заснул Ладно, разбужу его, когда мне понадобится его помощь Не думаю, что там я смогу понять, как мне обмануть зайцев В этом доме с цветным забором живет профессор Семин Он много знает разного про животных Может быть, он сможет мне помочь добыть у зайцев фонарик Ух ты, профессор привез много свиниров из Африки Здравствуйте, профессор Здравствуй, дядя Федор Я хочу у вас про зайцев спросить А что про зайцев? Вот, предположим, есть зайцы Предположим, что есть И у зайцев есть фонарик Постой, этого я предположить никак не могу Зачем зайцам фонарик? Я не знаю Но давайте предположим Тогда это уже не научное предположение Это уже научная фантастика какая-то получается Ну ладно, пусть научная фантастика Но если бы вы вдруг встретили такого зайца И вам обязательно нужно было бы у него фонарик раздобыть Что бы вы сделали? Ну, тогда бы я придумал что-нибудь, чтобы перехитрить его Ну, я бы попытался отмечь его внимание чем-нибудь И незаметно подкрасться, чтобы его не испугать Да, но к зайцу так просто не подкрадешься Он ведь быстрый и пугливый Да, и не догонишь его никак Что ж, тогда бы я мимикрировал Простите, что бы вы сделали? Ну, мимикрировал Это когда одно существо притворяется другим Очень удобно Стоит перед зайцем профессор Сёмин А потом бац И Сёмин превращается во второго зайца Меня этот способ в Африке спас Когда я крокодилов изучал Представляешь себе Огромные зеленые крокодилы И я возле них ползаю Тоже как крокодил Пришлось в грязи и зеленки вымазаться Иначе бы они меня быстро раскусили Да, именно раскусили Как орех Я после Африки решил, что особо зубастых животных Изучать больше не буду Не очень хочется мне раскушенным быть Даже ради науки То есть, если я хочу подкрасться к зайцу Я должен притвориться зайцем? Конечно Мимикрия Это самый удобный И безопасный способ Спасибо вам большое, профессор Я понял Буду под зайцев мимикрироваться Не мимикрироваться А мимикрировать Здесь большая разница Да И главное Подумай Чем зайца отвлекать будешь Пока сам мимикрировать под него будешь Ведь зайц может и не захотеть тебе фонарь отдавать Даже если ты как зайц будешь А чем его отвлечь Это уже ты сам решай По обстановке ориентируйся, так сказать Да Ну, чем отвлечь зайца я знаю У нас в простогвашенном Самые большие и вкусные морковки растут Какой зайц на такое не отвлечется Хм Да, ты прав, дядя Федор Насколько мне известно Морковка самая лучшая вещь Которая зайца отвлечь может Даже от мимикрирующих профессоров Спасибо вам большое, профессор Теперь я знаю, что мне делать Пожалуйста, дядя Федор Переходи еще, если интересно будет Я тебе расскажу Как я пытался скунсов африканских фотографировать Очень интересная процедура Да Очень интересно Очень интересно Я обязательно зайду еще Африканская фотография При помощи морковки я смогу отвлечь зайцев. При помощи морковки я смогу отвлечь зайцев. Ну-ка, попробуем. Они разбегаются, как только я к ним подхожу. Я должен обмануть зайцев. При помощи морковки я смогу отвлечь зайцев. При помощи морковки я смогу отвлечь зайцев. Монарик, лопату, транспорт для перевозки сокровищ, карту, специальный витраж, сквозь который нужно смотреть на карту. В любой момент можно посмотреть на картинку и вспомнить, какие именно предметы тебе нужны. Возвращение великого профессора. После продолжительного путешествия по Африке в деревню Простоквашино вернулся профессор Сёмин. Профессор Сёмин, один из самых выдающихся зоологов в мире, пригласив нашего специального корреспондента в свой кабинет, он поведал о том, что собирается значительно обновить и модернизировать музей деревни Простоквашино. Великий профессор считает, что фауна нашего Простоквашино уникальна. Музей Простоквашино Там находится музей Простоквашино. Очень интересное место. Зайду туда, когда не буду так спешить. На табличке написано, что во дворе злой хозяин. Музей Простоквашино Лучше я мимо пройду. Музей Простоквашино Не думаю, что там я смогу понять, как мне обмануть зайцев. Музей Простоквашино Гаврюша, ко мне! Музей Простоквашино Музей Простоквашино Музей Простоквашино Ага! Первый необходимый предмет для поиска клада найден! Отлично! Музей Простоквашино Матроскин заснул! Ладно, разбужу его, когда мне понадобится его помощь. Субтитры сделал DimaTorzok Мальчик в новогоднем костюме Зайца Очень похож на настоящего Зайца А ведь эта фотография осталась здесь от прежних хозяев дома Они много вещей оставили Может быть и костюм все еще где-нибудь в доме Нужно побыстрее спросить у Матроскина Придется мне разбудить Матроскина Матроскин, Матроскин, просыпайся Ну не минуты покоя Матроскин, а нет ли у нас в хозяйстве какого-нибудь зайчьего костюма? Постой, постой, День Федоровит Действительно у нас есть такой костюм Мы как-то с шариком хлам в кладовке разбирали Так чего там только не было И всякие банки, сковородки, и коробки, и метла А к Новому году чего только не было И игрушки елочные, и костюмы Даже борода Деда Мороза там была Шарик все это еще выкинуть хотел Вот придет Новый год, к тем мы игрушки брать будем Не дальновидный он какой-то, этот шарик Бороду Деда Мороза я в наш простоквашинский музей отнес Нам-то она ни к чему, зато пусть другие ходят, смотрим ты, радуются Ну, а костюм зайчий? А костюм я никому отдавать не стал Жалко мне такую отличную вещь просто так кому-то отдавать Я костюм этот Печкину хотел на день рождения подарить Зачем же Печкину костюм зайца? А что же ему давить? Другой подарок покупать надо, а тут отличный костюм От него двойная польза И на день рождения подарок, и под Новый год будет Печкину во что нарядиться Эх ты, Матроскин, тебе лишь бы экономить Ты лучше Семину костюм подари, чтобы ему мингрироваться в зайцев можно было, а не только в крокодилов А Печкину на день рождения мы еще что-нибудь придумаем Ты лучше скажи, где зайчий костюм лежит Так на своем месте в кладовке Я когда дарить его собирался, я в кладовке оставил А чтобы Печкин, когда в гости к нам заходить будет Раньше времени подарок не увидел и не обрадовался Сейчас я его мигом достану Эй, отдай, отдай ключ Держи его, дядь Федор Лови его Гаврюша Быстрее за ним, дядь Федор Ой, батюшки, что это? Не пугайтесь, бабушка, это птичка наша проказничает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отдай, отдай ключ, глупая птица В поликлинику сдам для опытов Лови его, дядь Федор Да хватайки не дотянуться Нужно что-то придумать Да хватайки не дотянуться Нужно что-то придумать Нет, мне нужно что-то придумать Чтобы хватайка отдал ключ Это тетя Зина Продавщица магазина Почему она не в магазине? Это простоквашинский магазин Здесь продается целая куча полезных мелочей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, бабушка Здравствуй, дочок Что ты похудел сильно? Не кормят тебя твои коты и собаки совсем От этих твоих приключений, милок Только нервы портятся Ну что вы, это ведь так интересно Эх, эх, жирочку маловато Ты заходи к бабушке Хоть наешься раз в жизни Спасибо, бабушка Как-нибудь зайду У бабушки Белагея Очень вкусные пирожки Но я ее боюсь Она все считает, что я слишком плохо питаюсь Как-то я у нее пообедал Так еле домой дошел Так она меня перекормила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я должен найти способ открыть эту дверь За ней висит костюм, которым я попробую обмануть зайцев Но хватай-ка утащил ключ Возможно, при помощи печенья Я смогу обмануть хватайку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наконец-то у меня есть ключ Я открою эту дверь Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да и фотографировать я не умею. Да и животные сейчас осторожные пошли. Тут не просто фотограф-любитель нужен. Тут только прирождённому охотнику задача по плечу. Хорошо. Я попытаюсь такого найти и достать фотоаппарат. Спасибо, профессор. Удачи, дядя Фёдор. А ведь в журнале была реклама фоторужья. Ну-ка посмотрим. Фоторужьё. Щёлк-24. Новое слово в фотоохоте. Фотографирует быстрее, чем вы хотите. Здорово. Надо письмо домой написать, чтобы мама и папа прислали мне из города фоторужьё. Фотографирует быстрее, чем вы хотите. Но он хочет сперва получить фотографии простотвашенских животных. Вот оно, начинается. Говорил я, что так просто этот клад не достать. Где мы фотоаппарат возьмем? А я говорил, фотоаппарат в хозяйстве вещь нужная, а матроскин все дорого-дорого. Тихо вам. Давайте так сделаем. Я папе с мамой письмо напишу, чтобы они фоторужье прислали. Это такой специальный фотоаппарат для фотохода на зверей. Пусть шарик и фотографирует. Тут двойная польза. Мы и карту леса получим, и шарик себя настоящим охотником почувствует. И зверей убивать не надо. Да и платить за ружье не надо, и фотографии можно будет в разные дорогие журналы отправлять. Давайте скорее письмо писать. Дорогие мои родители. Ой, чернила кончились. Придется теперь в магазин за новыми бежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот магазин, в котором можно купить тысячи мелочей! Здесь работает продавщица и тетя Зина! Только почему она не в магазине? А занимается живописью! Интересно, есть ли здесь чернила? Отлично! Здесь есть полный пузырек чернил! Интересно, где же продавщица? Здравствуйте, тетя Зина! Здравствуй, дитя! Тетя Зина, а вы не можете мне продать баночку чернил? Конечно могу, дядя Федор, вот только, понимаешь, я ведь теперь не просто продавщица, художник-продавщица, пожалуй, даже художественная продавщица или продающественная художница! И я поражена мировой красотой, вселенской совершенной несовершенственностью! Ах, как это грустно и прекрасно! Я вижу прекрасное в прекрасном, но моего искусства не хватает, чтобы повторить природу! Очень интересно! А чернила вы мне не продадите? Эх, бедное дитя! Как можно думать о каких-то чернилах, когда я не могу закончить рисунок? Ведь, возможно, это работа всей моей жизни! Как я смогу продавать людям чернила, если рисунок не закончен? А в чем проблема, тетя Зина? Я не могу правильно раскрасить свой рисунок! Может быть, я смогу вам помочь подобрать цвета? Ах, прелестное дитя! Это было бы замечательно! Можно мне попробовать? Конечно! Смешно! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе! Теперь вы продадите мне баночку чернила? Конечно! Ведь теперь мой внутренний взгляд синхронизирован с тем, что я вижу! В общем, пошли! Вот, возьми чернила и денег не надо! Нам, великим художникам, нужно помогать друг другу! А если захочешь еще порисовать, подходи! С удовольствием! Спасибо вам, тетя Зина! Творческих успехов! И тебе творческих узбеков, дядя Федор! Ой, успехов! Странная она какая-то! Причем здесь творческие узбеки? Сразу видно творческий человек! Мои мама и папа! Я живу хорошо, просто замечательно! Дом у нас большой, с печкой! Есть корова Мурка и теленок Гаврюша! Мы с Шариком и Матроскиным решили искать клад! Нужна карта! И профессор Семин даст нам ее в обмен на фотографии местных животных! В одном журнале я увидел рекламу фоторужья! Самого подходящего инструмента, чтобы фотографировать всяких животных! Пришлите, пожалуйста, фоторужье! До свидания! Ваш сын, дядя Федор! Пес Шарик! Будущий знаменитый фотоохотник! И кот Матроскин! Теперь нужно отнести Печкину на почту! Пожалуйста, поторопись, дядя Федор! Я уже совсем от тоски! Без фоторужья усох! Здесь живет дед Макар! Он уехал в город с телятами! Здравствуйте! Вот письмо для моих папы и мамы! Вы не могли бы его побыстрее доставить? Конечно! Простоквашинская велосипедно-полевая почта самая быстрая в мире! Ты не заметишь, как тебе ответ придет! Сегодня ты поймешь, что может почтальон при помощи всего одного велосипеда! Ты оглянуться не успеешь, как я приеду с ответом! Печкин уехал доставлять моё письмо! Почта закрыта! Печкин уехал доставлять моё письмо! Ну всё, Шарик! Скоро ты получишь своё фоторужьё! Эх, скорее бы, дядя Фёдор! А то я уже совсем извёлся без него! Велосипедно-полевой почтальон! Не знаем мы никаких полевых, уж тем более велосипедных! Вы не в тот дом пришли! Да в тот я дом пришёл! Печкин я! Ух ты! Здравствуйте! Вот, дядь Фёдор! Видишь, какая теперь почта? Да, оперативная пошла! Пожалуйста, ваша посылка! Так быстро? А что тут тянуть? Мы живём в 21 веке! И правильно! Потому что теперь везде... Как это называется? Сервис! О как! Какой такой сервиз? Не знаю! Просто так говорят! И нет у меня на почте никаких сервизов! У меня там только чайник есть! И сапоги запасные! Вам посылка нужна-то? Нужна, конечно! А документ у вас имеется? Ну всё, началось! Эй, да ведь это... Шутка юмора, так сказать! Вот вам посылка! Распишитесь, пожалуйста! Вот тебе шарик-фоторужьё! Будешь ты теперь фотоохотой заниматься! Ура! Дядя Фёдор, можно я прямо сейчас побегу? Нужно, шарик! Вот вам самые качественные в мире фотографии! Ого! Да ты действительно прирождённый фотоохотник, шарик! Здорово! Пойду побыстрее Сёмину отнесу фотографии! Он же заждался! О, дядя Фёдор! Как ты вырос! Я тебя так давно не видел! Ну, вообще-то я сегодня к вам уже два раза приходил, профессор! Да? Что-то я такой рассеянный стал! А зачем ты ко мне приходил? Я хотел у вас карту простоквашинского леса одолжить! А-а-а, понятно! Профессор, вы сказали, что у вас такая карта есть, и что вы её мне сможете одолжить, если я для вас подготовлю фотографии простоквашинских зверей! Да-а-а, очень интересно! И что же? Я написал письмо домой, и родители прислали фоторужьё, а шарик отправился на настоящую фотоохоту! Шарик с фоторужьём? Занятный феномен! Знаешь ли, что-то подобное я наблюдал в Мозамбике с тушканчиками! Мозамбикские тушканчики, они... Извините, профессор, ну давайте по поводу карты поговорим! Ах, да, конечно! Прости меня, дядя Фёдор! Просто я так люблю рассказывать про Мозамбикских тушканчиков! Да и про не Мозамбикских тоже очень люблю! И не про тушканчиков! Я вообще про всяких животных люблю разговаривать! Много говорящий про животных, профессор! Хе-хе-хе! Ой, извини, я опять заболтался! Вот, возьми карту! Большое спасибо за фотографии! И Шарику передай привет! У него очень хорошие фотографии получились! Да и про Матроскина не забудь! С удовольствием передам им привет, профессор! До свидания! Удачи в научных изысканиях, молодой человек! Ух, я и не думал, что карту будет так сложно получить! Да, я уже и отчаиваться начал! Но теперь с фоторучьем мне никакие трудности не страшны! Главное не сдаваться! Давайте-ка посмотрим, что нам еще осталось! Осталось совсем немного! Нужно найти транспорт для перевозки кладов! Транспорт для путешествия и перевозки кладов! А что тут думать-то? У нас Витя есть! А ты когда его кормил в последний раз, а, Шарик? А где нам столько еды взять, я тебя спрашиваю? Тихо-тихо! У меня есть знакомая бабушка одна! У нее еды вкусной! На десятерых хватит! И нам еще останется! А где-то мысль, дядя Федор! Сходи-ка ты к бабушке Пелагеи! Меня с Шариком она не любит! Не тот у нее характер! А тебя балует! Здравствуйте, бабушка! Привет, дучок! Что-то ты похудел очень сильно-то! У-у-у, есть немного! А вот что! Ты давай заходи ко мне, голубчик! Я знаю, как должен питаться-то ребенок! Ну, я вообще-то сейчас очень спешу! Но я бы не отказался от ваших пирожков! Я бы тебе и не разрешила от них отказаться! И не только от пирожков! Так, вот вкусная овсяная кашка! Порщик! Пуружок! Блинчики! Колбаска! Яблочки! Хлебушек! Яички! Ну и пирожки, конечно! Ох, спасибо большое! Как бы утистил все это! Ничего-ничего! Зато хоть покушаешь хорошо! Спасибо вам большое, бабушка! Ох, еле дотащил! Ох, еле дотащил! Яички, на месяц хватит! Да, и про запас еще останется! Давайте лучше посмотрим, что нам еще осталось найти! Теперь мне нужно найти осколки от секретного витража! Было бы неплохо разобраться, что же они из себя представляют! Да, осколки будет найти тяжелее всего! Я даже не знаю, с чего начать! А ты, дядя Федор, в наш простоквашенский музей сходи! Там много разных штук старых! Может, и про клад что-то узнаешь! Точно! Там в музее очень много полезных и интересных вещей лежит! Например, древние кости! Их еще первобытные собаки крызли, представляешь? Ну, нет! Древние кости меня не очень интересуют! А в музей я схожу! Там действительно, может быть, будет что-то полезное и важное про клад! Здравствуйте! А? Что? Стой! Кто идет? А, да, как там? Добро пожаловать в музей деревни Простоквашино! Самые древние тайны деревни откроются вам в этом хранилище истории! А теперь становимся в очередь и приобретаем билетики! Но я пришел один! Все равно! Порядок есть порядок! Покупаем билетики! Тогда дайте мне один детский билет! Детям билеты не положены! Детям в год бесплатный! Значит, можно проходить? Сначала предъявите билетик! Вы ведь сказали, что детям билеты не нужны! Порядок есть порядок! Сначала покажи билетик! Нет билета, нет прохода! Да! Ходят тут всякие! Спать мешают! Ой, нет! Я так никогда в музей не попаду! Как же мне пройти мимо этого вредного сторожа, чтобы он не заметил? А? Что? Стой! Кто идет? Нет билета, нет прохода! Да! Ой, нет! Я так никогда в музей не попаду! Как же мне пройти мимо этого вредного сторожа, чтобы он не заметил? Ух, этого сторожа было непросто обхитрить! Теперь нужно побыстрее поискать что-то про простоквашинский клад! Здесь написано, что это та самая рыбка, в которую нужно вставлять осколки витража! Значит, клад действительно существует! ПОДПИШИСЬ! Даром, что на лошади торговец скакал! Еще, блин, помощников у купца не было, потому что жалко ему было им деньги за работу платить! Едет он через страшный лес, да еще и ночью! То есть лес еще в два раза страшнее обычного! А тогда ведь фонарей не было! Да и в лесах жили всякие волки и разбойники злые! В общем, едет купец по лесу отдельно денешник! Весь трясется, как лис носиновый! Даром, что на лошади торговец скакал! Еще ближе голос подобрался! И чудится купцу, будто кто-то уже в спину ему дышит тяжело и сильно! Купец, купец, чего ты больше всего боишься? У купца от страха аж поджилки затряслись! Язык онемел! Ничего он не ответил! А лошадь все погоняет и погоняет! Даром, что на лошади торговец скакал! Еще ближе голос подобрался! И чудится купцу, будто кто-то уже в спину ему дышит! Помощников у купца не было! Хорошо, но уговор дороже денег! Отдай мне свои деньги, иди с миром! Но учти, что когда ты жадничать начнешь, и у тебя денег будет больше, чем нужно, я снова к тебе приду! И тогда бросил купец мешок с деньгами на землю, и тут же рука с плеча исчезла! А купец ударил лошадь и вовсю прыг поскакал прочь! Так он испугался, что за дорогой вообще не следил, и мчался, куда глаза глядят! И скакал он всю ночь напролет неведомо куда, потому что заблудился! И всю дорогу ему страшный голос мерещился! А на утро выехал он к деревне, маленькой и удаленькой, возле берега речки. Люди там бедные жили, но очень добрые. И такой купец жалкий, уставший и ободранный от ночной скачки был, что люди его пожалели и в дом пустили. А потому что у них ничего из еды не было, а только простокваша. Они его простоквашей напоили, просто из жалости. Когда понял купец, что деньги и жадность в жизни не главное, а главное доброта. Тогда и понял купец, что деньги и жадность в жизни не главное, а главное самое доброта. Половину своих денег он жителям этой бедной деревеньки раздал, чтобы им не так тяжело жилось. А вторую половину в лесу закопал, чтобы, если придут тяжелые времена, золото можно было выкопать и в благих целях использовать. А чтобы дурные люди золота не нашли, он очень хитро придумал. Он не стал обычную карту рисовать, где клад обозначен. Он нарисовал на кусочке стекла клад и тайные тропки, по которым можно к кладу пробраться. И только когда через это стекло на карту леса смотришь, становится виден настоящий лабиринт из тропинок и мостиков, который ведет к кладу. А потом взял стекло это, да и разбил на пять кусков, и куски разным людям деревни раздал, чтобы никто не мог один сам для себя клад найти. И только если всем нужно станет, осколки можно будет соединить и найти сокровища. А все это потому, что догадался купец, кто за ним шел ночью, и понял, что никуда он от этого хриплого голоса не убежит, потому что это совесть была. Ух ты! Я и не знал, что с историей деревни Простоквашино связана такая интересная легенда. Теперь понятно, что же это за странные осколки витража, про которые говорится в журнале. Мне остается только найти осколки. Наверное, они до сих пор разбросаны где-то в округе Простоквашино. Нужно внимательно везде походить и поискать их. И тогда можно будет отправляться в путь. Теперь все понятно. Мне нужно поискать за деревней пять осколков древнего витража. Я должен быть внимательным, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Кольцая Поиск���あке Поросы 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 Золо Поросы Мне кажется, Поросы Поросы Я zeggen, Субтитры сделал DimaTorzok Я еще не нашел пять осколков! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Карта Простоквашинского леса! Добавил субтитры DimaTorzok Шарик еще такие замечательные фотографии сделал! Транспорт для перевозки кладов? Вот он наш транспорт! Я его таким борщом заправил, что он любой гоночный автомобиль обгонит! Осколки из секретного витража? Есть! Теперь если через него на карту смотреть, все тайные тропки и мостики видно! И даже где клад зарыт! Лопата? Есть лопата! Я ее в самом начале нашел! Что еще осталось? Больше ничего! Можно отправляться в путь! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok